Я думаю, что матч был интересный, он был равный. Инициатива переходила от одной команды к другой. Первый тайм, наверное, объективно, «Спартак» выглядит лучше, более агрессивно. И, наверное, несколько таких подходов создал за счет давления. Мне, наверное, сказалось стартовое волнение, потому что сегодня у нас у некоторых ребят был дебют в профессиональном футболе. И мы долго приходили в себя и делали простые детские ошибки. Потом в концовку первого тайма, я думаю, что мы выровняли игру. И она прошла в равной борьбе. К сожалению, мы пропустили мяч со стандартного положения. Где-то мы не доработали. И потом все наши усилия для того, чтобы отыграть этот мяч, они были четкие. Я сейчас ребят поздравил некоторых с дебютом и вообще с началом чемпионата. Я думаю, что очень хорошо работали на сборах. И я думаю, должна эта работа потом трансформироваться в качественную игру. И, соответственно, придет и результат. Наверное, вот такие первые впечатления после матча. Как тренеру, наверное, тяжело было готовиться к такому матчу, когда первый матч сезона и команда соперника тоже такая очень обновленная и новая. И информации, наверное, очень мало было. Ну, вы знаете, нам повезло, потому что в моем штабе работает Шава Гивич, Кирошири. Поэтому я с первых групп получал всю информацию из Владикавказа. И мы видели матч, который Спартак провел в Махачкале против Легиона. Вот, в принципе, на основе этой игры мы уже готовились к сегодняшнему матчу. В принципе, информации было достаточно, потому что многие футболисты мы знаем. И те ребята, которые опытные, которые уже зарекомендовали себя в российском футболе, для нас они не были каким-то секретом. Поэтому недостатка информации у нас не было. Вопросы, пожалуйста. Слушайте, пожалуйста, вот Клещенко, как вы оцените его игру? И вообще, он постоянно капитан команды у вас будет? Ну, вообще-то рассчитан на Сашу, и он является одним из лидеров команды. Вот, к сожалению, так получилось, что они были задействованы в главной команде, и две трети подготовительного периода готовились вместе с основной командой. Вот, ну вот, потом они как бы уже присоединились к нам. И пока еще взаимодействие между вратарем, между центральными защитниками, оно не на высоком уровне, потому что просто мы мало вместе тренировались. Вот, а так, естественно, что это наш лидер. Я думаю, что сегодня он качественный мастер в этом праве. Вопросы. Здравствуйте. Команда обновленная, тем более стартует во втором дивизионе. Раньше играли те, кто играл в его молодежном составе, в первенстве. Насколько оцените дебют? Вообще. Больше ожидали или меньше? Понятно, что поражали. Для меня, как тренер, конечно, я верил в лучшее, я ожидал в большего. Я не думал, что мы будем первый тайм так долго адаптироваться. Все-таки и некоторые футболисты в премьер-либе уже выходили играть. И даже в молодежном первенстве достаточное количество матчей провели. То есть немного удивило то, что очень долго мы адаптировались. И такая нервозность была. Ну, наверное, все-таки дебютный матч. Вот поэтому такая была небольшая, небольшой мандраж был на поле. Он чувствовался именно в движениях, в том, что какие решения мы принимали. А так, наверное, на сегодняшний день футболисты выложились. Это тоже важно, потому что они отдали все силы игре. Вот, и это положительный момент. Я считаю, что это положительный. Такой вообще вопрос. Честно-таки, я как-то в интернете не уточнял статистику данных. По моим ощущениям, как будто вы не раз даже на нашем стадионе играли. Да. Даже много раз, мне кажется. Вы знаете, я проявление. И было такое ощущение, что вот по опросу поставлены ощущениям. Провел один сезон здесь. Он был не очень однозначный. У нас был хороший состав. Но, к сожалению, мы не смогли реализовать потенциал того состава. Но сюда с удовольствием приезжал в Владикавказ. Здесь остается много знакомых. И как бы мы сегодня с утра пробежку сделали в парке. Чистый воздух. Как бы это город самобытный. И приятно здесь находиться. Видеть старых друзей. Вот я хотел бы в конце пожелать для меня, ну, Спартакову из Владикавказа, возрождение. Это большой клуб. Имеет серьезные традиции, чтобы со временем вернулись на те позиции, которые занимал когда-то клуб в России. Поэтому желаю от всей души, желаю, чтобы эти традиции вернулись, чтобы вернулись болельщики на стадион, чтобы инфраструктура поднималась. Желаю всего хорошего клуба. А мы вам благодарны, чтобы ваша карьера тренерская состоялась так, как вы задумываете. Спасибо вам большое.